All my dreams are falling fast Дермоцентр Лека на Коммунистической – это гармоничное сочетание аптечных традиций и современного взгляда на красоту. Здесь представлен широкий ассортимент мировых брендов аптечной косметики – Льерак, Бедерма, Ля Рош-Позе, Авен и многие другие. Высококвалифицированные специалисты всегда помогут выборе наиболее подходящего товара. Кроме того, в термоцентре на Коммунистической можно бесплатно пройти расширенную диагностику состояния кожи и волос с использованием высокотехнологичного оборудования. Добро пожаловать! Идти вперед, верить в какую-то свою путеводную звезду. У меня даже на груди татуировка на французском написано «Я верю в свою звезду», потому что я реально в нее верю. Что-то тебе на самом деле подсказывает, что нужно сделать. Нужно вовремя среагировать, вовремя проявить инициативу, вовремя не струсить и идти вперед. Саша, вспоминая юные школьные годы в своем родном провинциальном городе, как раз ты все время хотел выделиться, даже в школу как-то пришел. В Гриндерсах, как гласит твоя биография, и все время хотелось чего-то. Возможно, сейчас, конечно же, когда ты получил некую славу, популярность, девушки хотят слушать, следовать, внимать, слава иногда напрягает. Сейчас она тебя напрягает? Ну, знаешь, мы сейчас... Вот звезды делятся на две категории, которые до сих пор открыты, и которые говорят, ой, так устал, не могу. Нет, вообще, мне все очень нравится. Это вообще все очень классно. Бывает иногда, когда действительно большая череда смен места и деятельности, вот ты сказала, вчера Ярославль, Вологда. Вот у меня в Вологде случился бзик, и я реально подумал, что все, я больше не хочу ничего, потому что у меня есть такое правило, что если люди хотят со мной фотографироваться после мастер-класса, и я вышел к ним, значит, если их тысячи, я буду с тысячей фотографироваться, если их 200, я буду с двухстами сниматься. Вот пока каждый человек не получит свою вот эту минутку, секунду радости и счастья. Я же прекрасно понимаю, что они для этого тоже пришли, и поэтому мы всегда фотосессию делаем после мастер-класса, а не до, чтобы все дождались того, ради чего они пришли. Но вот в Вологде был какой-то пик неадекватности людей. Я подумал, что, конечно, человеческая толпа – это очень специфическое. Что произошло? Но их было очень много. При этом я сразу сказал, девочки, пожалуйста, давайте без давки, я с каждой сфотографируюсь. Люди начали вот так давить, 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 давить. Потом, видимо, они еще от счастья, прости за анатомические подробности, вспотели, и все это в воздухе начало витать, и у меня уже начала кружиться голова от вот этого человеческого запаха женщин, которые хотят просто кусочек тебя. Вот, и я сказал, что все, мы прекращаем, я ухожу. Это вот первый раз за несколько лет я такое сделал, потом себя корил, моя помощница не даст соврать, я сидел весь ужин, переживал, что так нельзя было делать, что нельзя было такое говорить, нужно было до конца остаться и вытерпеть эту мою ношу. Ну, ушел в итоге. Да, я в итоге ушел, в итоге вернулся и опять ушел, потому что я понял, что я вот не могу, я вот дошел до точки, когда больше нет, лучше уйти, и пусть они подумают, что я самовлюбленный индюк, но ради бога, у каждого есть возможность думать, как он хочет. Но я наслаждаюсь тем, что происходит, и я прекрасно понимаю, что вот это бремя славы, пусть это будет называться так, это плата за то, что я имею возможность заниматься тем, чем я хочу заниматься. Это плата за то, что я делаю то, что мне нравится. В целом, большой творческий путь Александра Рогова начался в Туле, где он жил с родителями и работал на региональном канале СТС, и всегда мечтал о славе. Он с друзьями делал свою программу, эдакий дайджест о том, что происходит в городе. Попав в кадр, Александр понял, насколько увлекательна работа на телевидении, и, конечно, ему захотелось продолжить начатое в Москве. По словам Александра, если честно, я не думал, что нашел дело своей жизни. В тот момент мной руководила скорее тщеславие и жажда популярности. Но, как показала практика, если ты хочешь просто засветиться на телевидении, то у тебя ничего не получится. Только когда я это понял и стал посвящать время модным съемкам, работе со звездами Сталингу и другим проектам, телевидение само нашло меня. Я поступил учиться на пятом курсе, отправил свою кассету в школу телевидения Познера, Интерньюс это называлось, по-моему, сейчас этой компании больше не существует. Они занимались образованием работников телевидения региональных станций. Я отправил им кассету с моими вот этими потрясающими передачами, и меня почему-то выбрали. То ли из-за того, что это было тоже очень плохо, то ли из-за того, что там какая-то надежда все-таки теплилась. Меня пригласили как одного из 13 студентов разных регионов в Москву на две недели, и я прошел экспресс-обучение вот в этой школе телевидения, и мне так на место все мозги поставили. Мне рассказали, что такой реально сюжет. Зачем его делать? Что такое твоя аудитория? Когда ты что-то делаешь, думай о том, кто в итоге будет потреблять то, что ты сделал. Нельзя обманывать в кадре. Также тебе хотелось не только стать известным, но и работать на ТВ. В детстве мы с тобой коллеги в плане того, что закончил также Тульский педагогический факультет иностранных языков. У меня башкирский педагогический тот же самый факультет. Но работа на ТВ у меня была несколько позже. У тебя началось все раньше. Как оцениваешь свой такой путь к славе? Он был тернистом или все это достаточно легко давалось? Когда я начинаю анализировать, мне кажется, ничего себе, как вообще я это все сделал. Потому что у меня было столько авантюр, каких-то я вляпывался в какие-то вообще невероятные проекты, не думая о последствиях. Ну, на самом деле, как я в Берлине оказался, как мы поехали работать с ТНТ на большое реалити-шоу «Голод», когда я просто пришел на кастинг, наврал, что я... Конечно, но ты после него стал, проснулся известным? После шоу «Голод»? Нет, на «Голод» я вообще работал за кадром. Я был там на пятых побегушках у шестого ассистента. Я просто наврал там. То есть меня спросили, могу ли я монтировать, то есть работаю ли я монтажером. Но ребята, которые занимаются монтажом, прекрасно понимают, что это такое. Я сказал, да, конечно, могу. Меня привозят на... Работаю во всех программах. Да, федеральный канал, меня сажают в монтажку, говорят, вот твоя монтажка, монтируй. А я говорю, а можно мне инструкцию по эксплуатации? Потому что там такая монтажка, это вид, когда там несколько мониторов соединены в одно, все делается только на клавиатуре, то есть если ты этого делать не умеешь, ты этого не сделаешь, этому нельзя научиться по инструкции. И вот таких ситуаций было достаточно много, когда мы, приехав в Москву, наврали... На неделю моды, когда ты представился стилистом из Берлина. Да, хотя опыта работы совершенно никакого не было. Александр решил создать личную биографию. Он был уверен, что без этого в Москве многого ему не добиться. Так что далеко не вся информация в выдуманной биографии будет правдивой. Это его не беспокоило. Дорогово было главным вызвать к себе интерес, который способствовал бы росту его популярности. В Москве он отправился на проходящую в то время неделю моды, где выдал себя за представителя стрит-фэшн Берлина. Результатом такой аферы стало приглашение Рогова в качестве стилиста в журнал Fashion Collection. Вскоре его партнерами стали также Гала, Харпис Базар, Джелос и Эль. Об Александре, как о профессиональном стилисте, узнали. Он получил приглашение канала MTV стать ведущим шоу «Шопоголики». После этой работы последовало приглашение от телеканала ТНТ на роль ведущего в программу «Золушка. Перезагрузка» и от канала ТЛС в телешоу «Дочки матери». Благодаря этому об Александре Рогове заговорили в широких кругах, воспринимая его как стилиста и телеведущего. Всегда нужно быть кем-то, кем ты на самом деле не являешься. Почему я сказал когда-то, что в Москве было время вот этих легенд, когда нужно было про себя придумать что-то вообще невероятное, что там потомок шейха какого-нибудь и приехал в Москву случайно и память потерял. Ну я не знаю, что-нибудь такое. Это все с такой легкостью какой-то происходило, с каким-то юношеским... То есть часто таки врал. Ну я не врал, понимаешь. Монтировать я тоже мог, просто в Adobe Premiere они в Авиде. То есть в принципе, если бы посидеть с ассистентом с кем-то пару недель, можно было бы и в Авиде начать монтировать, там рыбу собирать. Это несложно. Главное понять, о чем идет речь. Я выдавал за действительность не совсем то желаемое. Не верил в это. И когда мы набрали, собственно, что мы стилисты, мы при этом не показывали что-то, что нам не близко. Все, что мы вырвали из чужих журналов иностранных, это было настолько отображением нашего видения, как мы бы хотели делать моду и модные съемки, что мы настолько в это реально верили, что когда мы начали реально практиковать, мы примерно такое же качество продукта и выдавали. Ребят, ну вот практически секреты успеха, верить, и все будет. И тем не менее, именно после этого Марина Демченко пригласила тебя стилистом журнала Fashion Collection. Да, мы работали в Fashion Collection, кстати, почти. Как с Демченко работал? Мы как-то так очень, ну, видимо, нам просто доверяли, как иностранным специалистам. Да, но на самом деле все было очень просто. У нас была не суперсложная работа. Изначально это была так называемая раскладка, когда вещи не на модели даже надеваются, а кладутся на пол. Причем, кстати, еще сложнее, чем надеть на человека вещи, потому что это тоже надо красиво все разложить. И потом уже дизайнер из этого составлял коллажи всевозможные. Но потом была первая съемка, конечно, когда мы делали вид, что все, съемка, вообще ничего сложного. А на самом деле, мама, куда бежать? Но нам, знаешь, в чем повезло? Что мы в Москву приехали очень вовремя, когда все это только зарождалось, когда не было каждого второго стилиста, каждый третий фотограф, каждый четвертый диджей. Ну и сейчас, нет, Саш, есть имена, которые можно перечислить по пальцам. Влад Лисовец, Евгения Хромченко, Васильев и Рогов. Причем недавно также в своем инстаграме ты написал, что ты был на мастер-классе Евелины Хромченко, и вы по-разному держите аудиторию, делаете акцент абсолютно на разных вещах. На каких? Евелина потрясающий лектор. И ее мероприятие – это все-таки лекция, в которой нет места общению с залом. И вот полтора часа, который я был на ее лекции, это была лекция, которую теоретически можно сидеть записывать. Это классная лекция для аудитории продвинутой, для студентов текстильного вуза какого-то, когда люди уже примерно представляют, что такое мода, и им нужно получить более такую специфическую информацию. У меня же немножко в другом контексте все происходит. Я развлекаю, и параллельно с развлечением я учу в этом истории. Я не навязываю, не диктую. Я позволяю аудитории самой решить, что ей нравится, что ей не нравится, что ей интересно, где они хотят посмеяться, где они хотят задать мне вопрос. То есть мы в таком живом режиме общения. И я ни в коем случае не говорю, что Эвелина плохо что-то делает. Мы с ней делаем это настолько по-разному, что я был очень рад, что мы с ней занимаем одну и ту же нишу, но при этом у нас совершенно разная аудитория, мы совершенно по-разному преподносим материалы. Если кто-то захочет пойти и к Эвелине, и ко мне, и к Владу, и к Саше Васильеву, они могут даже пойти на одни и те же мастер-классы под одним и тем же названием, при этом получить совершенно по-разному преподнесенную информацию. конкурентов, но Влад скорее не конкурент. Мы с ним существующие персонажи, существующие персоны, которые, опять-таки, обладают своей аудиторией. При этом я, в отличие от Влада, до сих пор функционирую именно как стилист по одежде, никогда не работал парикмахером, я не умею красить, я не умею стричь, я не умею делать макияж. Влад это делает. То есть мы немножко в разных категориях, в любом случае в профессиональных присутствуем. Он больше демагог, а я больше практик. Соответственно, когда я выступаю на сцене, я рассказываю о практической стороне моды, что сделать, чтобы выглядеть хорошо, то все остальные ораторы, которых мы перечислили, они скорее демагоги, они интересно рассказывают и интересно преподносят информацию, но я не уверен, что публика после мастер-класса Евелина Хромченко, например, очень грамотно будет разбираться в трендах, о которых она рассказывала. Наш урок будет посвящен самой простой вещи в мире. Вещи, о которой практически все, к сожалению, забывают и ее в своей гардеробе не имеет. Это белая простая футболка. Кстати, из мужского гардероба мной изъятая, но такую футболку просто обязаны иметь в своем гардеробе все модницы. Вы, кстати, тоже. Ну что, я думаю, о каких-то простых комплектах повседневных с белой футболкой рассказывать не стоит. Это могут быть и голубые джинсы, и чиносы, и кожаная куртка-косуха, да все что угодно. Давайте я расскажу вам о трех самых классных остромодных комплектах, которые я вам предложил бы. Ну что, возьмем вот такую клешеную черную юбку длиной миди. Эта юбка приоткроет слегка ваши щиколки. И, конечно же, стоит встать на каблуки, когда такую юбку вы наденете. И вот такая белая футболка с дополнительными украшениями. Это может быть массивное ожерелье или игривый черный бант. Вы будете выглядеть действительно круто. Если не боитесь театральности, можете надеть очки с прозрачными стеклами, черные перчатки, взять какую-то массивную сумку. Я думаю, вы действительно привлечете к себе огромное количество внимания. Кстати, следующий комплект, несмотря на то, что он довольно эксцентричный, я назвал бы повседневным. Из чего он будет состоять? Белая футболка, узкие черные брюки-леггинсы. Они будут полностью обтягивать ваши ноги, при этом будут очень сильно вас стройнить, если вы наденете высокий каблук. И предлагаю немного эксцентричности добавить при помощи вот такого жакета в стиле 80-х. Мне он очень нравится. Он двубортный, имеет на себе такие активные черно-белые полосы. Попробуйте такой комплект, вам обязательно понравится. Следующий комплект с белой футболкой это сплошной эксперимент. На самом деле, несмотря на то, что я предложу вам белую футболку носить вот с таким пижамным костюмом, белую футболку можно будет надеть и с костюмом-двойкой, и с более плотной тканью. Главное, чтобы там был жакет и брюки единого цвета. Но я предлагаю все-таки большей эксцентричности цвета вносить в гардероб. Вот такой яркий, насыщенный оранжевый костюм с белой футболкой составит очень классный современный комплект. Я добавил бы еще немного сюда гламура. Здесь могут быть туфли в пайетках или какие-то очень заметные массивные аксессуары. В Уфе открылся шестой салон Арталенд. Теперь и на Коммунистической 45 вы сможете приобрести качественные ортопедические товары. Компрессионный трикотаж, ортопедические подушки и матрасы, фиксаторы суставов и корректоры осанки, массажные изделия и многое другое. Кроме того, в салоне Арталенд на Коммунистической можно пройти бесплатную диагностику стоп и заказать изготовление индивидуальных ортопедических стелек. На весь ассортимент действуют скидки по клубным картам «Фарблен». Коммунистическая 45. Добро пожаловать! И для меня это большой показатель. Когда ты работаешь с какой-то знаменитостью и там начинают сразу препоны. Это я надену, это не надену. А что ты пришла? Человек хочет ко мне и он готов к тому, что мы будем работать, а не к тому, что это тусовочка, мы там выпьем шампанского, я там скажу все супер и пойдем дальше. То есть если я работаю, я реально работаю, я в это вкладываюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok